Огурцы содержали 99% воды, часть её испарилась, так что в огурцах стало 98% воды. Какую часть массы потеряли огурцы? Огурцы содержали 99% воды, часть её испарилась, так что в огурцах стало 98% воды. Какую часть веса потеряли огурцы? Да? Половерь. Пожалуйста, скажите. Примем вес сухого вещества огурцов за единицу. Ну, например, 1 кг. До того, как вода испарилась, огурцы весили 100 кг. После того, как вода испарилась, сухое вещество стало становиться 1,5 часть, и огурцы стали весить 50 кг. Я вас слушаю, да? И что дальше? Ну, значит, так как 50 в 2 меньше 100, значит огурцы потеряют половину. Спасибо, всё правильно. Вы действительно абсолютно правильно говорите, что 2% это то же самое, что 1,5. Значит, если сухого вещества, например, 1 кг, то тогда после испарения это сухое вещество составляет 1,5 часть, и значит общая масса 50 кг. А раньше тот же самый килограмм сухого вещества составлял 1%. И таким образом огурцы все весили 100 кг. 100 в 2 раза больше, чем 50, поэтому ответ потеряли половину своей массы. Следующая задача такая же простая. В одной урне лежали 2 белых шара, в другой 2 чёрных, в третьей 1 белый и 1 чёрный. На каждой урне висела табличка, указывавшая её содержимое. Шутник перевесил таблички так, что теперь все надписи неверны. Расскажите, как, вынув один шар, определить, что где находится. Надо вынуть шар из коробки с надписью БЧ. Есть два варианта. Либо вы вынете, и шар будет белый, либо вы достанете чёрный шар. Так как ни одна надпись не соответствует действительности, там будет либо 2 чёрных шара, либо 2 белых. Отлично, пишем. В этом случае будут чёрные шары, в этом белые. Дальше. Дальше. Если здесь белые шары, то здесь не может быть чёрных, так как надписи неверны. Не может быть и белых, так как они здесь. Значит, здесь белые и чёрные. Согласен. Здесь, соответственно, 2 чёрных. Хорошо. В этом случае рассуждаем аналогично. Здесь не может быть 2 чёрных шара, не может быть 2 белых, так как надписи неверны. Значит, здесь смесь, а здесь белые шары. Да. Спасибо вам. Следующая задача. В стране 3 города. Правдин, Лгунов и Переменск. Жители Правдина всегда говорят правду. Жители Лгунова всегда лгут. А жители Переменска строго-попеременно лгут и говорят правду. У нас пожар. Где горит? В Переменске. Куда ехать пожарному? Подразумевается, что пожар действительно случился, и куда-то ехать пожарные должны. Значит, повторяю. В стране 3 города. Правдин, Лгунов, Переменск. Жители Правдина всегда говорят правду. Жители Лгунова всегда лгут. А жители Переменска строго-попеременно лгут и говорят правду. Пожарным позвонили. У нас пожар. Где горит? В Переменске. Куда ехать пожарным? Подразумевается, что пожар действительно случился, и куда-нибудь ехать пожарные должны. Они должны ехать в Лугнов. Сначала нужно сказать, что в Правдинск они ехать не могут. Так как, если скажут в Правдинск, то у них действительно есть пожар, а Переменск не есть в Правдинск. Следовательно, в Правдинск им ехать не надо. Нужно рассмотреть два варианта. То, что если они позвонили из Переменска. Пожар действительно есть, значит, первое утверждение истины. А второе ложное. Но, так как пожар находится в Переменске и говорят, что в Переменске нет пожара, противоречие. Значит, позвонили из Лугунова. У них есть пожар, но они сказали, что у них соврали, значит, у них не должно быть пожара. Здесь соврали то, что в Переменске. Значит, надо ехать в Лугунов. Понятно. Спасибо, садитесь. Кто расскажет, понятнее. Действительно, надо по очереди рассматривать, откуда звонят. Звонить могли из Переменска, из Лугунова или из Правдинка. Звонили из Лугунова, но поскольку они говорили, что у нас пожар, то это значит, что пожар был совсем не у них. То есть, значит, ехать, поскольку они лгут в Переменск, значит, ехать надо не в Переменск, а в Правдинке. Если звонили из Лугунова, то у них нет пожара, в Переменске нет пожара. И это означает, что ехать надо в город Правдинка. Отлично. А если звонили из Правдина? То тогда не получится, поскольку они не из города Переменск. Правильно. Действительно, у нас пожар, если говорят правду, и при этом говорят правду, что надо ехать в Переменск, то это очевидно противоречие. Хорошо. А если звонили из Переменска? Если звонили из Переменска, то тогда получается, что когда они ответили на вопрос, где горит, в Переменске, они должны на это ответить правду. Но тогда получается, что у них нет пожара. Ситуация простая. Эти утверждения, если звонят из Переменска, одинаковые. Потому что у нас это и есть Переменска. Но в случае Переменска они должны были поменять. То есть, в одном случае сказать да, в другом нет, или наоборот сказать нет да. А они говорят одно и то же. Поэтому из Переменска звонить не могли. Мораль? Звонили откуда? Из Гунова. Ехать куда? В Переменске. Спасибо, все правильно. Один мастер на длинной ленте ставит метки от ее начала через каждые 36 см. То есть, есть начало, где 0, начало отсчета. Дальше 36, 72, 108 и так далее. Другой мастер ставит метки через каждые 25. 25, 50, 75, 100. Когда две метки окажутся на расстоянии сантиметра друг от друга. Вот смотрите. Это расстояние 11. Вот это расстояние значительно меньше 3. Это расстояние 8. Найдется ли на этой ленте место, где расстояние между метками равно 1? То есть, нас спрашивают о таком уравнении. 36х минус 25у равняется плюс-минус 1. Нужно решить это уравнение в натуральных числах. Хорошо? 36х минус 25у равняется плюс-минус 1. Найдите решение. А может сравнивать с нулевым? Нет. Нужно именно единичное расстояние, а не нулевое. Потому что иначе, конечно, вы возьмете в качестве х 25, а в качестве у 36. Нет. Вообще, это очень важное уравнение для теории чисел. Когда здесь стоят не обязательно 36 и 25, а любые два числа, у них не было общего делителя, кроме единицы. Так называемые взаимно простые числа здесь должны стоять. Оказывается, для любой пары взаимно простых чисел существует решение вот такого уравнения. Это очень важно. Это называется алгоритм Евклида. Вы его еще не учили, конечно, но сегодня первый раз мы с чем-то подобным столкимся. Как подобрать решение для уравнения 36х-25у равняется 8-2? Ну, если 324, то минус 325. Отлично. А как вы это нашли? 324, на всякий случай, это 36 умножить на сколько? 36 умножить на 9. На 9. Так, а 325, это 25 умножить на сколько? 13. Так, как вы нашли эти числа? Ну, я разложил. Ну, я прибрал, умножил на 36 на 4, на 5, на 6, на 7, на 8. Это вполне разумный способ. Действительно, вместо числа х по очереди брать всевозможные натуральные числа и каждый раз вычислять из полученного равенства у и смотреть, целое оно или нет. Единственная проблема. Если я вам здесь напишу не 36, а, например, 36 миллионов 36, то вы вдруг обнаружите, что ваш способ удивительно неудачный. Потому что вам придется перебирать огромное количество числа. И вместо 25 напишу тоже что-нибудь такое семизначное. Оказывается, что есть очень простой алгоритм, который срабатывает не таким методом перебора, как вы сделали, а в общем случае. Давайте я его расскажу. Сначала что-то выводится в кого фокус. Значит, ребят, я сначала расскажу вещь, которую, безусловно, большинство из вас не поймёт. Но зато это красиво и вдохновляет на дальнейшее изучение математики. Пишем. 36 разделить на 25. Это 1 плюс 11,25. Это 1 плюс 1, делённая на 25,11. Это 1, сложенная с 1, делённой на 2, плюс 3,11. Я разлагаю число в цепную дробь. Что это значит? Выделяю из него сначала целую часть, то есть число 1. И то, что остаётся, это число больше или равное нуля и меньше единицы, пишу правильную дробь 11,25. Потом эту дробь пишу как единицу, делённую на 25,11. Смотрите, что здорово у меня получилось. 25,11 у меня больше единицы. Ну, это понятно, почему. Ведь это число было меньше единицы, а мы здесь перешли к обратному. Дальше. 25,11 это 2 плюс 3,11. Осталось немножко. Единица плюс единица, делённая на... 2 плюс единица, делённая на 11 третьих. Что такое 11 третьих? Это 3 плюс 2 третьих. Ладно, потому что я подробно напишу, ребятки. Это 3 плюс 2 третьих. Разрешите мне, пожалуйста, перейти на эту вот доску и продолжить моё вычисление. Единица плюс единица, делённая на 2, плюс единица, делённая на 3, плюс единица, делённая на 3 вторых. Ну, а 3 вторых это единица плюс 1 вторая. Всё. Я полностью разложил дробь 36,25 в цепную дробь. Поскольку невозможно каждый раз тратить половину тетрадного листа на запись такого выражения, то придумана краткая запись. Целую часть отделяют от всего точки с запятой, а после этого через запятую пишут все вот эти вот числа. Итак, 1 точка с запятой. 2, 3, 1, 2. Вот это вот. 2, 3, 1, 2. Так вот, оказывается, надо отбросить последнее число. То, что последнее запятой. И вычислить значение той цепной дроби, которая при этом получится. Алгоритм очень странный, на первый взгляд. Но когда вы изучите цепные дроби, вы поймёте, что, собственно, так и надо. Значит, итак, пишу 1 плюс 1, делённая на 2 плюс 1, делённая на 3 плюс 1, первая. Это я сейчас легко посчитаю. 3 плюс 1, первая – это 4. Здесь у меня, в результате, получается 1, четвёртая. 2 плюс 1, четвёртая – это 9, четвёртых. Единица разделить на 9, четвёртых – это 4, девятых. 1 плюс 4, девятых. 1 плюс 4, девятых – это, в результате, 13, девятых. Так вот, числа, которые были подобраны, 13 и 9, это как раз и есть вот эти числа. И так будет всегда. Как говорит теория цепной дроби. Сегодня у меня нет никакого желания рассказывать вам эту теорию, потому что у меня ещё много задач, и это нас абсолютно бы сбило с плана урока. Но, 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 знайте, что это есть, и рано или поздно обязательно вам предстоит теорию цепной дроби изучить. Теперь, как можно было ещё по-другому решать это уравнение. Внимание, если наша цель не просто решить конкретно это уравнение, а наша цель научиться решать для любых чисел. Оказывается, что есть то, что называется алгоритм их клей. Рассказываю. Я сейчас покажу вам, как от такого уравнения перейти к уравнению более простого. Рассказываю. 36х пишем как 11х плюс 25х. Пожалуйста, действительно, обязательно при себе в тетрадике это всё напишите. Дальше. 11х минус 25 умножить на у минус х. И вот она идея. Новой буквой обозначаем у минус х. Тогда уравнение приобретает вот такой букв. 11х минус 25z равняется плюс-минус 1. Это называется один шаг алгоритма Евгелия. Один шаг алгоритма Евгелия. От уравнения 36х минус 25у равняется плюс-минус 1. Я перешёл к уравнению, в котором один из коэффициентов уменьшился. На первый взгляд не очень, но сейчас мы сделаем ещё один шаг. И увидим, что всё-таки уменьшение произойдёт существенное. Итак, пишем 11х минус 22z минус 3z равняется плюс-минус 1. Обратите. Что? Почему именно так? 11 очень здорово, а с двадцать двумя. Разве вы не видите, что я сейчас x минус 2z обозначу новой буквой? Это x минус 2z. Это будет какая-нибудь новая буква. Например, n. Сколько раз будет букв? Я хочу сейчас остановиться на этом. По той простой причине, что уравнение 11n минус 3z равняется плюс-минус 1. Можно решить устно. Надеюсь, все вы понимаете, что если 11 умножить на 2, а 3 умножить на 7, то разность будет равна единице. Так, а вот интересно, как минус единицу получить? 1, 4. Что? 11 на сколько? На 1. На 1. 11 на 1. 3 на 4. И получится минус 1. Слушайте, а и правда. 3х4 12. А теперь вопрос. Ну и что? Что толку от того, что мы решили уравнение 11n минус 3z? Да очень просто. Зная числа n и z. Смотрите, n и z. В одном случае n это 2, в другом случае n это 1, да? Вот. И z. z в одном случае 7, в другом 4. Вот, зная эти числа, я легко найду x. x это у меня n плюс 2z. и после этого я легко найду y. y это x плюс z, по моим вычислениям. Работаем. n плюс 2z. 2ка плюс 2 раза 14. x это будет 16. x плюс z. 7 и 16. Это будет 23. Так, теперь n равно 1, единица плюс удвоенная четверка. Это будет 9. И x плюс z. И 13. Смотрите, решение 9, 13 мы сегодня уже видели. А, между прочим, решение 16, 23 еще нет. Но, проверьте, 36 умножьте на 16, 25 умножьте на 23. Вот, честное слово, получится. Вот так и решаем. Между прочим, если нам нужны будут другие решения, не проблема. Вот, когда у нас есть такое уравнение, можно z увеличить на 11, n увеличить на 3, от этого равенство не изменится. Поэтому, на самом деле, не только 2, а бесконечно много решений имеет такое уравнение. Да, папа. Хорошо. Очень легкая задача на движение. Поезд проходит мост длиной 450 метров за минуту. И полминуты идет мимо телеграфного столба. Значит, повторяю. Поезд проходит мост длиной 450 метров за одну минуту. И телеграфный столб, мимо телеграфного столба, он проходит за 30 секунд, за половину минуты. Тут есть сноска. Поезд проходит мост. Это считая с момента, когда поезд начал въезжать на мост, и до момента, когда он целиком съехал с моста. То есть, схема очень простая. Вот имеется у нас мост. Ну, конечно, такие дороги не бывают. А нет, бывают. Именно такие и бывают. Просто здесь надо рисовать такие железные штуки, чтобы все было крепкое. Так вот, поезд подъезжает, въезжает своим первым вагоном. И в тот момент, когда его последний вагон выехал, считается, что мост пройден. Найдите длину и скорость поезда. Нет, принцип такой. Если вы начали стирать губку, то надо стирать до конца. Потому что иначе могут образоваться самые странные выражения. Вот он. Вот он на поезд, потому что он начал въезжать, и закончил. То, что вот это вот расстояние, они не равны. Нам вызовет то, что этот столб он проходит за 30 секунд. Значит, этот дворцем пройдет за 30 секунд. Из минуты в 4 секунды получим те же 30 секунд. Значит, этот мост длиной 40 метров, он пройдет за 30 секунд. Да. Следовательно, так как он вот эту часть... А не мост пройдет, а именно машинист. Или вообще какая-то конкретная точка в поезде проходит через мост действительно за 30 секунд. Этот, его можно найти, его скорость. 450 метров за половину минуты. Надо 450 метров разделить на половину минуты, да? То есть, 450 метров за половину минуты, значит, за минуту сколько метров? За минуту 900 метров. Отлично, пишите. 900 метров в минуту скорость поезда. Это равно 54 километра в час. Потому что в часе 60 минут, значит, надо умножить на 60, получится 54 тысячи метров в час. Ну, 54 тысячи метров, это, конечно, 54 километра. Спасибо, все правильно. 54 километра в час. И длина поезда какая? А длина поезда 225 метров. Почему? Вы меня обращаете. Смотрите, он за те самые полминуты, за какие машинист проезжает 450 метров, проходит мимо столба. Длина поезда, это как раз и есть те самые 450 метров. Какие такие длина поезда? Контейнерами веса 130 килограммов и 160 килограммов, полностью загрузить грузовик трехтонку. Грузоподъемностью 3 тонны. Похожее уравнение сегодня у нас уже было. Вы хотя бы догадались на 10 разделить? Да, уже давно. На 10 разделили, уравнение сразу стало понятнее. 13х плюс 160у равняется 300. Плюс 16у. Да, да, да. 13х плюс 16у это 300. Да, конечно. Кажется, нашел. Кажется, нашел. Где-то пиши. А, сейчас. 13х плюс 16у равняется 300. Число х делится на 4 или нет? Делится. Делится. А почему это нельзя использовать? Вот смотрите, пишем уравнение. 13х плюс 16у, а 16у точно делится на 4? А 100 и 300 тоже делится на 4. А если 100, дальше можно легко узнать, что это будет 75 ответ. Ну, так расскажите, как? 13х плюс 16у равно 300. 16у делится на 4. 300 тоже делится на 4. Значит, 13х делится на 4. Так? Да. Так и напишите. Х равняется 4. Какую букву дальше? Итак, на 4 делится, значит, х на 4 тоже делится. Число х делится на 4 в случае, если это есть произведение числа 4 какого-то неоприцательного целого числа. Подставляем. Получаем простую штучку. 13х плюс 16у по-прежнему равняется 300. Ой, не х. 13 умножить на 4z. И сокращаем обе части на 4. 13z плюс 4у равняется 75. Теперь обратите внимание, число z нечетное, а это означает, что в роли z могут выступать единица, тройка и пятерка. Уже 7 нельзя взять в качестве z, потому что 13 умножить на 7 – это 91 больше, чем 75. Для каждого из этих трех случаев я могу вычислить, чему равняется 3z. Это 13, 39 и 13 умножить на 5 – 65. Значит, я могу узнать, чему должно равняться 3y. Это 75 минус 13z. 75 минус 13 – это 62. 75 минус 39 – это 36. 75 минус 65 – это 10. Обратите внимание, 62 не делится на 4, 10 тоже не делится на 4. Значит, единственный подходящий вариант – 36 разделить на 4 – это 9. В таком случае z – это тройка, x – 4z – это 12. Надеюсь, вы поняли это решение. Разумеется, можно было и при помощи алгоритма и вплит, так же, как я вам все рассказывал. Но это существенно дольше. А здесь мы воспользовались тем, что просто числа маленькие. Понимаете? После того, как вы заметили, что x должно делиться на 4, у нас осталось для перебора всего лишь 3 варианта – единица, тройка и пятерка. Хорошо. Следующая задача. У меня с ней связано статическое воспоминание. Когда я был примерно до того же возраста, что и сейчас, может быть, на год младше, а может быть, совсем такой же, то я очень хорошо помню, как мама мне эту задачу продиктовала. Именно не дала прочитать, а сама прочитала. И я вот стоя, я даже хорошо помню, в каком месте я тогда стоял в квартире. Ну, потому что вам это не объяснишь, потому что вы там не были. Но, тем не менее, я очень хорошо помню свои детские ощущения. То есть я стою, подумал, подумал и понял ответ. Вот. Ну, дальше, конечно, там все надо было писать и так далее. Ну, для меня это такая очень статическая задача. Ученику на контрольной дали 20 задач. За каждую верно решенную задачу ему ставят 8 баллов. За каждую неверно решенную штрафуют на 5 баллов. А если какую-то задачу он не пытался даже решать, ставят 0 баллов за эту задачу. Ученик в сумме получил 13 баллов. Сколько задач он пытался решить. Я советую сейчас вам сделать то же самое, что в свое время было у меня. Просто отложите на секунду ручки. И попытайтесь сообразить устно. Полностью разобраться в ситуации. Я не буду вас торопить. Повторяю. Ученику дали на контрольной 20 задач. За каждую верно решенную ему ставят 8 баллов. За каждую неверно решенную штрафуют на 5 баллов. Если он задачу не решал, то за нее 0 баллов. Он в результате по контрольной работе набрал 13 баллов. Сколько задач он попытался решить. Тише. Дайте все подумать. Вот уже два человека поняли, что поняли. Давайте вы на бумажке теперь посчитаете. А всем остальным я предлагаю продолжать. Устное мышление. Не получится лучше, а потом давайте посчитать. Какой ответ? 13. Ответ? Нет. Динадцать. Сколько при этом он правильно решил, а сколько неправильно? Говори, говори. Да. Правильно он решил 6, неправильно 5. Ну... 7 неправильно. 7 неправильно. Понятно. Ну да, устно вы молодцы посчитали. Действительно, задача очень простая. Если умножить 8 на 6, получишь 48. Если 5 умножишь на 7, получишь 35. Ну и естественно здесь минус 5, начали быть минус 35. 48 минус 35 это как раз 13. А можете объяснить, почему других вариантов нет? То есть вы правильно подобрали один случай, а почему других нет? Нет, нет, других вариантов действительно нет. То есть это вы просто так, да? Вам понравился вариант 6 и 7, а почему нет других, вы не знаете. Жалко. А. за 28 Слушайте, 128 баллов, чтобы заработать, это же сколько задач нужно? Много. Много, а всего было 20 задач? А, всего. Тогда ясно. Хорошо, и что вам ясно? Слушайте, потому что там же еще вычитать надо. Последняя цифра баллов, которую я получил, это 8. Последняя цифра заработок с плюсом баллов, да? Это 8. Почему? Потому что последняя цифра вообще это 3, но здесь не может кончаться на 3, поэтому здесь не может кончаться на 0. Понял, да. Последняя цифра 8. Дальше. Если вам решение 28 на дач, то 28 на дач? Нет, ну что 28 не серийно, там не бывает много. 8 в 8. Еще раз. Когда произведение числа 8 на какое-то неправильное число кончается на восьмерку? Только шестерка. Бывает 8 умножить на 1. Правильно? Бывает 8 на 6. Бывает еще 8 на что? 8 на 11. Давайте соображаем, сколько баллов надо вычесть из 8, чтобы получить 13. Да нисколько, правильно? Невозможно. Значит, здесь, к сожалению, ничего хорошего не бывает. Так, 8 на 11. Это 88. Сколько баллов надо вычесть из 88, чтобы осталось 13? 75. Надо вычесть 75. А для этого надо решать 15 задач. 15 и 11 уже 26 слишком много. Значит, действительно, это единственный вариант. 8 умножить на 6, 48. 5 умножить на 7, 35. Хорошо. Теперь вопрос. Нельзя ли было решить эту же задачу не перебором, как мы с вами сейчас, а при помощи правления? 8х-5у равно 13. Пожалуйста, покажите очень простое алгебраическое преобразование, которое из этого равенства позволяет легко найти величину х плюс у. А вы понимаете, что нас, собственно, именно эта величина интересует. Количество задач, которые он пытался решать, это и есть х плюс у. х – это количество правильно решенных задач, у – количество неправильно решенных задач. Как быстро из такого равенства 8х-5у равно 13 можно извлечь информацию о числе х плюс у? Не можете догадаться? Да как же так, ребята? Вообще никаких задач Павлович не решается, что ли? Простое преобразование. Как сделать, чтобы в этом уравнении возникла величина х плюс у? Ну, жду, а это, жду. У вас есть последняя секунда догадаться? Все еще можно догадаться. Сколько надо теперь вычитать у? у – 5, нет, нет, нет. Раньше вы читали 5. 13. 13, конечно. Потому что здесь же, если расскажешь скобки, будет 8х плюс 8у. Мы добавили 8у, значит, надо еще раз вычитать. Вот. Смотрите, какое получилось равенство. 8 умножить на х плюс у, минус 13у равно 13. Это означает, что х плюс у должно делиться на 13. Потому что это делится, это тоже делится. Значит, х плюс у обязательно делится на 12. Но х плюс у не может быть больше 20, значит, х плюс у – это 13. Увидели? Х плюс у равно 13. Следующая задача очень простая. Олимпиада с Осипатра и Поликсена пили чай. Если бы Олимпиада выпила на 5 чашек больше, то она выпила бы столько, сколько две другие вместе. Пишу. Олимпиада, если бы выпила на 5 чашек больше, то выпила бы столько, сколько Сосипатра и Поликсена вместе. Если бы Сосипатра выпила на 9 чашек больше, то она выпила бы столько, сколько две другие вместе. Сколько каждая из них выпила чашек и у кого какое отчество? Если Карповна выпила 11 чашек, то Уваровна пила в прикуску. А количество чашек, выпитых титовной, делится на 3. Так, современному школьнику надо объяснить, что такое пить прикуску. Дело в том, что, вы уже это не застали, а вот я еще застал, был такой кусковой сахар. То есть, не рафинад, а такой колотый. И, соответственно, его можно было окунать в чай, и после этого в рот. В чай, в рот, в чай, в рот. Так много раз. Это называлось пить чай в прикуску. Правда, не очень понятно, как это может помочь для решения задачи. Тем не менее, без этого условия решить задачу нельзя. Повторяю. Олимпиады Сосипатора и Поликсена пили чай. Если бы Олимпиада выпила на 5 чашек больше, то она выпила бы столько, сколько две другие вместе. Если бы Сосипатор выпила на 9 чашек больше, то она выпила бы столько, сколько две другие вместе. Сколько каждой выпила чашек у кого какое отчество? Если Карповна выпила 11 чашек, Уваровна пила в прикуску, а количество выпитых титовной чашек кратно 3. Так, ты подрешил кто-нибудь? Я уже одного нашел Нам хотел Значало Сасипатру В выражении Олимпиада плюс 5 Равен Сасипатра плюс Алексена на выражение Олимпиада плюс Олимпиада минус 9 Получится Олимпиада Для краткости О Плюс 5 Олимпиада минус 9 Олимпиада минус 9 Олимпиада минус 9 Переходит туда Получается 14 Сохраняется 2 2 полексена Полексена равняется 7 чашек Не полексена, а полексена Выпила 7 чашек Между прочим, вы, конечно, все правильно сделали Но можно было и по-другому Взять и просто сложить Суба суть, это то же самое Но по оформлению Сложить Здесь и сложить здесь Тогда здесь будет Олимпиада, Сасипатра и 14 А здесь будет Олимпиада, Сасипатра и 2 полексены Значит, 2 полексены Это 14 Понятно, да? Действительно, полексена Выпила 7 чашек Дальше Следовательно, она Уваровна Так как она Не выпила Она 1 чашек не выпивала А 7 на 3 недельца Правильно Значит, полексена Уваровна А давайте сюда напишем Кубе Сюда П Она полексена И число 7 Сюда куда-нибудь Сюда число 7 Все поняли? Полексена Уваровна Выпила 7 чашек Дальше А дальше надо в одно из наших равнений подставить эту самую семерку Хотите в верхний, хотите в нижний, результат будет в цернах Получается то, что так О, 5, 5, с, плюс, 7 Да Получается то, что так Олимпиада выпила на 2 чашки больше Что-то вы перепутали О, плюс, 5, это S, плюс, 7 Значит, конечно же, Олимпиада выпила на 2 чашки больше, чем Сосипатра Да И что? И тогда получается, если Сосипатра была 11 чашек То 13 на 3 недельца Следовательно, Олимпиада женат Мы либо должны добавить 2 к 1 Либо вычесть 13 не делится на 3 Значит, на самом деле, надо вычитать Да Не 39, а 9 Давайте, что 9 9 делится на 3 Олимпиада выпила на 2 чашки больше, чем Сосипатра Спасибо вам Следующая задача Примерно такая же по формулировке Арина Каждый зритель, пришедший на спектакль «Королевский жираф» Принес с собой Либо одну дохлую кошку Либо 2 кочана гнидой капусты Либо 3 тухлых яйца Стоявший у входа Декльберлифин Подсчитал, что кошек Было 64 штуки После спектакля Оба артиста Король и герцог Были с ног до головы Закиданы припасами Причем на долю каждого Досталось поровну предметов А промахов жители Арканзаса не делают Король принял на себя пятую часть всех яиц И седьмую часть капусты Но все дохлые кошки полетели именно в него Сколько зрителей пришло на представление? Давайте я коротенько напишу Каждый зритель принес с собой Либо одну дохлую кошку Либо два кочана капусты Ну вообще, я очень советую эту книжку прочитать Действительно, замечательно Либо три тухлых яйца Так вот, стоявший Стоявший у входа Декольный Брефит посчитал, что кошек Было 64 штуки Значит, королю и герцогу Они там были не вполне настоящие Король и герцог Досталось поровну Король принял на себя Всех кошек Дальше Он принял на себя Пятую часть всех яиц И седьмую часть капусты Ну а все остальное, естественно, герцог Требуется узнать Сколько на представление пришло зрителей В случае полностью разобраться в ситуации Я должен сказать, что вот у этих задач Про олимпиаду и про кошек, яйца и капусту Есть вполне авторы А именно про олимпиаду Сосипатру Это придумали в свое время Василий Фигутенмахер Когда составляли очередное задание ВЗМШ Это было совершенно замечательно Получилось задачи у них А вот это, это Акулич Совершенно замечательный человек Он живет в Минске И составил довольно много Вот таких вот Действительно замечательных задач Понимаете? Ведь мог ровно то же самое Он сказать так Решите в целых числах уравнение Но было бы менее весело Он просто пытается Как-то да Повеселить вас Пока вы выполняете стандартные упражнения Акулич не как МИД Эту задачу он дал на вполне нормальную олимпиаду На турнире матвоев имени Сарина То есть у него в мыслях не было, что он при этом шутит Он составил задачу Интересно, как вы меня смеялись? Кто? Интересно, но вы не смеялись? Ну не знаю, вы сейчас смеялись Так, обозначения вы уже ввели разумные или нет? Нет Какие? Что вы обозначили? Да Я выяснил, что в королеве полетела кожа Вас не слышат Я обозначил, что в королеве полетела кожа 64-64 За дроби Полетела яйца 1,5 И капуста 1,7 Я не понял, что вы там обозначили Так, еще кто-то предложит? Более разумеет? Да? Что? 64 это х Общий количества Не понял, какое 64? Не надо число 64 обозначать никакой буквы Общее количество кошек это х Какое х? 64 штуки Нет, ребят, если вы там все это время обозначаете число 64 Придумываете, придумываете какое-то новое для него обозначение, то вряд ли вы задачу решите Что такое кочан это хрюк? Что такое кочан это хрюк? Либо с кошкой, либо с кошкой, либо с двумя кочанами, либо с тремя яйцами Поэтому количество кочанов должно делиться на два Но даже это плохо Смотрите, ведь у нас есть одна седьмая Нам удалось взять одну седьмую от количества всех кочанов Значит, оно делится на 7 Поэтому количество кочанов капусты Разумно обозначить 14х Теперь давайте разбираться с яйцами Уж если кто приносил яйца, то три штуки сразу Количество яиц делилось на 5 Значит, количество яиц мы обозначим как? 15 яиц 15 яиц, совершенно верно И вот теперь легко сообразить Сколько предметов полетело в короля И сколько предметов полетело в герцога Давайте-ка Пятая часть от количества яиц Это сколько? 3у 3у Хорошо Седьмая часть от количества кочанов Это 2х Так, теперь разбираемся с герцогом В него полетели 4 пятых от количества яиц 12у Так, и 6 седьмых от капусты То есть в 6 раз больше, чем 2х Да, совершенно верно И 12х в него полетело Давайте-ка 3у переносим из левой части в правую И 2х тоже Какое получится? 64 это... 9, 9, 9, 9, 10, 10 Так, отлично Надо решить это уравнение в целых неотрицательных числах Кто сможет? Ну, у это 6, а х на 1 Абсолютно верно У это 6, а х это 1 Смотрите, почему 9у должно заканчиваться цифрой 0 А вы по таблице умножения помните наизусть Что это бывает, когда у шестерка Больше, ну, существенно больше не может Не 16, там, не 26 Никак нельзя Поэтому ответ вот такой А теперь поднимаемся 14х это 14 15 А 15у это 90 Значит, сколько человек несли капусту? 7 Сколько несли яйца? 30 64 и 7 это 71 и 30 101 Таким образом, с припасами на этот спектакль пришел 101 Один человек Следующая задача много лет использовалась на вступительных экзаменах в 1943 школу Почему-то она очень понравилась там одной учительнице И многие-многие-многие годы именно эту задачу давали школьникам на вступительных экзаменах А ее решали? Ну, кто-то решал А какой класс? Математический Расположите на плоскости 11 одинаковых квадратов Чтобы они Не налегали друг на друг Ну, то есть не имели бы общих внутренних точек И выполнялось бы условие Как не раскрасть квадраты в три цвета Обязательно найдутся два квадрата одного цвета Имеющие общий отрезок границы То есть прилегающие друг к другу Частью стороны Не точкой Давайте я объясню Вот, если у вас есть диагностическая карта Ну, представьте себе Не обязательно из квадратов Из чего-нибудь Изложенное То есть понятие Правильная раскраска А именно Скажем, красим это в первый цвет Это в второй Это в третий Тогда у нас уже видно Что это нельзя покрасить Ни в какой Из этих трех цветов Потому что иначе сольется И граница не будет видна Здесь обязательно в четвертый А это в какой хотите Второй, третий или четвертый Например, давайте покрасим Вот это называется Правильно раскрашенная карта То есть цвета могут повторяться Кстати, если бы Например, вот здесь была карта Вот здесь была какая-то страна То она запросто могла бы быть четвертого цвета То есть по одной точке Могут страны одного цвета граничить А вот по отрезку не могут Это называется правильно раскрашенная карта Есть знаменитая теорема От четырех красок Что любую карту на плоскости Можно раскрасить в четыре цвета А вот в три цвета далеко не любую Ну я могу вам просто показать Пример карты Которую нельзя раскрасить в три цвета Это известная картинка Даже из треугольников Знаете, да? Такую картинку Значит, ну можно и менее хитрое Но смотрите Если у вас вот это первого цвета Это второго То это должно быть отлично отлично Например, третьего А это граничит со всеми Меньше чем четырьмя цветами Такую карту не покрасишь Так вот, требуется из одиннадцати Одинаковых по размеру квадратов Составить карту Которую нельзя раскрасить тремя красками На самом деле можно доказать, что если 10 квадратов То можно То есть 11 это не просто, а наименьшее число Но это вас не просят доказывать А просят просто нарисовать Пример Карты, составленные из конкурентных квадратов Которую нельзя раскрасить А у меня уже получилось Сказано Конкурентные Одинаковых размеров Вот Пожалуйста, нарисуйте У меня есть много вариантов Давайте, давайте Два варианта риса, да? Один для начала Отлично Считается, что все это одинаковые квадраты Примерно Очень хорошо Нет, уже многовато будет Нет, просто я хочу стереть, чтобы все еще гигантские Пожалуйста Суть не в размерах Смотрите Первый Второй Первый Второй Второй Первый Второй Первый Первый Второй Первый Мне даже третий цвет не понадобился Вы думали, что Пожалуйста, пожалуйста Думали, что изобрели карту, которую нельзя покрасить в три цвета А оказывается Можно покрасить двумя Думя Квадраты рисуете очень непочтительно Они же должны быть все одного размера Все? У вас семь квадратов Давайте я покрашу Садитесь Давайте я покрашу Это Думя Красным Первый Второй Третий Первый Третий Первый Третий 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 Ой, как у вас с умением рисовать квадратики? Пожалуйста, покрасьте в 3 цвета самостоятельно. Нет, надо взять цифру 1, 2, 3. Пытается нарисовать квадратики одного размера. Спасибо. Ребята, копируем. Я уверен, что 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 меньше 11. Во-вторых, сколько можно? Неужели вы не понимаете, что я все это покажу? Спасибо. Даже если вы такого выстроите, бесконечную стенку, я все равно легко это покажу. Поймите, пожалуйста, царицы, поймите, пожалуйста, 1, 2, 3. 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1. И так можно продолжать до бесконечности. Здесь будет 1, здесь будет 1, здесь будет 3, здесь дальше будет 2. Вам не надоело, ребят? Ну, чуть-чуть. Здесь мне еще пару часов продолжать. Невозможно при помощи пригнанных друг к другу квадратов решить эту задачу. Только дырочка поможет вам. Только щель. Надо суметь из этих квадратов изобразить щель. Если стена будет сплошная, без единой дырочки, ничего не получится. Давайте я пытаюсь объяснить всем вам эту... Допустим, я размером побольше нарисую, чтобы было понятнее. Значит, это первый квадрат пошел, второй... Ничего себе, гигантский. По 8 метров водит. Да. Все. Это вот эти вот ваши верхние 4 квадрата. Дальше действительно мы изображаем ту самую дырочку. Достаточно узкий квадрат. Все, что мне от него нужно, чтобы он был не слишком широкий. Так. И, соответственно, следующий квадрат ровно настолько же выдается на пределы. Здесь у нас с вами, значит, квадрат. И следующий квадрат тоже ровно настолько же выдается за пределы рисунка. И теперь внизу. Вот. Давайте посмотрим, что значит внизу. Здесь рисуется квадрат. и вбок идем сюда и сюда. Отлично. Постарайтесь, пожалуйста, у себя действительно так четко изобразить. Теперь, пусть у меня здесь первый цвет. Тогда здесь должен быть другой. Например, второй. Здесь, например, третий. Тогда здесь первый цвет. Первый, второй. Значит, здесь обязательно третий. И тогда у меня здесь первый цвет. Обратите внимание, ребята. У меня вот этот цвет такой же, как этот. Обязательно. Теперь давайте посмотрим с этой стороны. Вот здесь вот стоят второй и третий в непонятном порядке. Давайте-ка я обозначу второй или третий цвет буквы А. И, соответственно, третий или второй буквы В. Тогда здесь будет обязательно единица. Здесь будет обязательно В. И возникает проблема. Потому что здесь у нас А, В и один. И все они хотят, чтобы был здесь ни А, ни В, ни единица. Сюда поставить ничего нельзя. Понять это можно очень просто. Ведь за счет того, что у меня здесь и здесь единицы, и картинка симметричная, точно так же, по идее, здесь тоже должна была быть единица. Но не могут в соседних двух квадратиках располагаться единицы. У этой задачи есть и другое решение. В конце этой книжки. Ой, сейчас. Так, здесь у меня выдают три квадрата. Пока все абсолютно понятно. Дальше, вот здесь вот от середины вниз уходит еще два квадрата. Здесь вот та самая маленькая-маленькая дырочка. Без дырочки невозможно решить эту задачу. Я это вам уже сегодня объяснял. Так, и теперь здесь опять два квадрата вот так. Так, давайте посмотрим, можно ли это раскрасить в три цвета. Поехали. Если здесь один, здесь два, здесь три, то здесь, безусловно, один. Тогда здесь будет два, здесь будет один. Очень хорошо. Теперь смотрим. Вот это не первые, и это тоже не первый цвет. А уж какой второй или третий, совершенно не важно. Поэтому давайте для определенности поставим сюда двойку, тогда сюда тройку, тогда сюда автоматически двойку. Как интересно. Приходит дальше. Как интересно. У меня оба эти квадрата хотят быть первыми, да? Если здесь два, три, то здесь должна быть единица. Если здесь два, три, то здесь тоже должна быть единица. Поэтому, если я сюда пишу единицу, то здесь сразу же возникает вопросительница. Вот две конструкции, которые я знаю, из квадратов одинакового размера, которые дают карты, не поддающиеся раскраске в три цвета.